Детская познавательная программа Открывашка. Открываем мир вместе. Злата Андреева, Злата, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение сегодня у вас? Нормально, нормально. Хорошая, давайте, не стесняйтесь, активнее, активнее, активнее. Можно было бы, чтобы погода была получше, но она к нам неблагосклонна. Ой, а вы знаете, да, что уже последние выходные, последние выходные мая, последние весенние выходные, уже вот лето наступает. Злата себе не везет со мной, да? Ну-ка, какие планы на лето, Миша? На лето никуда уезжать пока не планируем. В городе? Да, в городе. Отлично. Злата, у тебя какие планы? Ну, в июне я буду ходить в городской лагерь, в июле поеду в загородный лагерь весна, а в августе буду... Лагерная жизнь у тебя начинается. Буду жить. Ничего не делать, буду жить. Соня, планы на лето? Мне важно хотя бы в мае сдать экзамен, а потом уже буду я планировать летом, потому что если я его не сдам нормально, то все лето я буду найти. Кстати, когда каникулы-то начинаются? Злата, когда? Четвертого? Четвертого. Ну, если еще считать наш отдых с классом, то можно сказать, что точно четвертого, да? У нас четвертого. Ну, да. Давайте всем нам, нашим слушателям и нам, находящимся в студии, все-таки пожелаем того, чтобы лето, наконец-таки, было теплое, солнечное, чтобы мы позагорали, покупались и так далее. Ну, да, хочется и тепло. На Быстричу поехали. Да. Давайте напомним нашим слушателям о том, что 211-101, у нас номер телефона, у нас будет розыгрыш сегодня призов, естественно. Если у вас, наши слушатели, есть возможность зайти в интернет, заходите на наш сайтах, кирова.ру, там есть аудио-видео-трансляция нашего эфира и намного интереснее, мне кажется, да? Не просто слушать, но и смотреть. Мы скоро начнем вопросы задавать, но перед этим все-таки нужно представить наших гостей. А перед тем, как их представить, я еще у вас хочу, ведущую программу «Открывашка» спросить, вы когда-нибудь актером не хотели стать? До сих пор хочу. Хочешь? Я пока нет. Я хочу быть доктором, я не хочу быть актером. Я хочу быть пилотом. Я хочу быть либо телеведущей, либо актрисой. Но это где-то близко. У нее это будет хорошо получаться, это 100%. Соня, а ты? Я врачом хочу стать. Врачом хочешь стать? Врачом врачом. Неудачно, значит, тему сегодня выбрали. Мы сегодня будем все-таки говорить про театр. Мы пригласили в нашу студию представителей Кировского драматического театра. Ну, во-первых, давайте поприветствуем художественного руководителя драмы Константин Солдатов. Доброе утро. Доброе утро. И Константин сегодня привел своих коллег, актеров. Марианна Узун. Марианна, доброе утро. Здравствуйте. Екатерина Никонова. Доброе утро. Доброе утро. И Илья Быков. Доброе утро. Доброе утро. У вас как настроение в воскресенье? Как вообще у актеров настроение? Отлично, бодрое. Бодрое. Несмотря на то, что холодно на улице. А как вы вообще? А как вы вообще? Вообще хорошо. Как актеры как-то с утра пытаются прийти в себя, настроение? Ну, театральные люди, я не знаю, что скажут артисты, но театральные люди отличаются тем, что они с утра заходят в театр, а выходят уже, когда уже солнца нет. И получается, весь день в театре, поэтому самое главное, какая погода в театре, а не на улице. Главная атмосфера в театре. Хорошо, мы сегодня как раз-таки будем говорить о том, что такое театр, чем живет театр, кто такие актеры, особенности их профессии, театр интерактивный и так далее, и так далее. Кстати, вы в театр-то ходите, Соня, Злата, Миша? Когда последний раз ходите? Редко. Где-то осенью. Где-то год назад. Но я не знаю, когда был спектакль «Золушка», поэтому... Константин, детям нужно в театр ходить? Да, конечно. Обоснуйте. Это развивает воображение, это включает их в какую-то общую игру, в том числе со взрослыми. Это поиск такого контакта. Ну, на самом деле, меня повели в театр, я жил в большом городе, в Баку. В театр оперы и балета, и я посмотрел «Щелкунчик», и это впечатление на всю жизнь. До сих пор... Сколько вам было лет, когда вы «Щелкунчик»? Вспоминая этот спектакль, мне было там лет семь, наверное. Потом уже в школе я рассказывал о своих впечатлениях. Ну и, наверное, вот, собственно, любовь к театру, она вот зародилась вот где-то там. Когда я увидел всю эту красоту, как декорации сменяются, какие-то па, это все-таки там балет был, то, что я вот смотрел. И впечатление действительно на всю жизнь, поэтому неизвестно, как в ребенке отразится то, что он видит на сцене. Поэтому мы ответственны, опять же, да, то, что мы показываем, то, что мы транслируем ребенку со сцены. Вот, и вот спектакль, который мы сейчас готовим, 1 июня, состоится. Это такой для нас эксперимент, это такая лабораторная работа. Очень для меня интересная, и мне кажется, будет интересно детям. Это такой шумовой спектакль. Почти концерт, почти урок. Который у нас сегодня частично здесь представлен будет. Да, да, да. Вот мы сегодня, может быть, попробуем, если вы нам позволите, если ребята включатся в игру, вот, мы попробуем сделать какие-то ритмические импровизации с вами. 211-101, номер нашего телефона. Я сразу же хочу сейчас попросить наших гостей задать вопрос. Константин, озвучьте, пожалуйста, вопрос нашим слушателям. Первый вопрос задаст Марианна Узун, актриса нашего театра, по поводу нашего спектакля. Марианна очень удивлена. Нет, это без моего, да. Марианна, пожалуйста, задавайте вопрос, давайте сразу же о задаче наших слушателей. Я могу задать любой вопрос из ваших... Можете по поводу спектакля нашего. Хорошо, хорошо, да, тогда я задам такой вопрос. Как расшифровывается название нашего спектакля 3D? Как расшифровывается это, не знаю, сокращение аббревиатуры? То есть три буквы D. Да, что значит эти три буквы D? Три буквы D. Да-да-да, то есть 3D. Когда приходил к нам ранее Константин в гости, он уже это озвучил. Я рассказывал, да, осенью у нас была премьера. Да, так что если вы слушаете нас постоянно, то вам не составит труда никакого ответить на этот вопрос. Спектакль драматического театра 3D. Три буквы D, три слова, начинающиеся на букву D. Звоните 211-101. А сейчас Злата озвучит те призы, которые у нас сегодня есть. Пожалуйста. Сегодня у нас есть книга Холи Вэб, щенок-кнопочка. Это книга для детей 6 и других возрастов. Детей. Также книга «Таинственный сад». Она также для детей от 6 лет. Энциклопедия «Мир моря». Для детей старше 6 лет. Энциклопедия «Доисторический мир» для детей всех возрастов. Книга «Маленькая баба-яга», «Маленький водяной и маленькое привидение». Книга также для детей всех возрастов. Приглашение на двоих в кота кафе «Зуки». Билеты в кинотеатр «Киномакс». Приглашение на спектакль «Маукли» 29 мая для детей старше 8 лет. И также на спектакль «Остров сокровищ» 1 июня для детей старше 6 лет. Приглашение на посещение собачьей деревни Махнатия. И приглашение в музей истории мороженого Арктика. Боже, как много ты? Какой большой выбор-то богатый? 211, 101. Вопрос уже задан. Я одну книгу даже знаю. Просто супер. Книга «Таинственный сад». Она большая, она классная. И там даже описание цветов. Миша, Злата, Софья, ну вы же полноценная ведущая «Открывашки». Задавайте вопросы нашим гостям. О театре. Что вам интересно? Знаменитую фразу-то знаете? С чего начинается театр? С вешалки. С вешалки. А кто сказал? Кто это сказал? Чья это цитата? Реально. Кто это сказал? Может кто-нибудь ответить? Кто это сказал? Злата сказала только что. Да. Ну давайте. С чего начинается театр? Действительно с вешалки? Как работает вот эта команда? Ну, сегодня он начинается с афиши. Не знаю. Там с клика в интернете, с сайта. Вот. По-разному. Для кого как. Для кого-то прям с вешалки начинается. Вот. Ну, не знаю. Какой-то вопрос такой риторический-то. С чего начинается театр? А почему возникло такое выражение? С вешалки? С вешалки? Ну, потому что, когда человек входит, он сначала в гардеробе раздевается, а потом в зал проходит. А если летом? Так, так. Просто, когда возникла эта фраза, раньше, ну, как бы, были чуть другие условия на улицах города. И люди приходили в калошах, в каких-то накидках. И они приходили в театр, скидывали эти самые валенки, складывали их там где-то. И дальше представали друг перед другом в красивых костюмах. Вот. И, собственно, вот тогда театр и начинался. Ну, опять, ну, все правильно, да? Со стороны зрителя, собственно, пришедшего в театр. У нас есть звонок, я правильно понимаю? Миша, давай, приветствуй нашего слушателя. Привет. Здравствуйте. Как тебя зовут? Савелий. Сколько тебе лет? Девять. А где ты учишься? В десятой школе. А ты куда-нибудь поедешь на лето? Да, поеду. А куда? К бабушке или еще куда-нибудь. А. Отлично. Давай, отвечай на вопрос. Что же такое 3D? 3D это переводится как «Дорога добрых дел». Ха-ха-ха. Класс. Хороший вид. Савелий, ты сейчас абсолютно новое название придумал для спектакля драматического театра. Надо задуматься. Константин, запишите. Слушай, давай тебе дадим еще вторую попытку. Это неправильный все-таки ответ. Савелий, есть еще вариант? Ну, одно слово из трех было правильным. Да, одно слово из трех было правильным. Одно слово угадано. Савелий. Аксист. Три добрых дела. Три добрых дела. Нет, все-таки. Ну, вот не получилось у тебя сегодня выиграть-то у нас. Да, мы еще ждем звонков. Спасибо за попытку. Спасибо, спасибо. Так, давайте все-таки еще раз проговорим, какое название было правильным. То есть, какое слово было одно правильное названо? Первое. Дорога. 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 Давайте подскажем. Этот спектакль, он... Он про правила дорожного движения. Да, про правила дорожного движения. Вот в этом направлении мыслите. Да, этот спектакль, он с ребятками как раз проговаривает разные правила дорожного движения, и ребята какие-то моделируют ситуации, какие могут быть связаны с переходом через дорогу, с красным-зеленым светом и так далее. В общем, смысл спектакля, чтобы, собственно, показать ребятам правила хорошего поведения на дороге, так скажем, да, правильного, безопасного проведения на дороге. Кстати, Миша, у тебя ведь есть какой-то театральный опыт, насколько я знаю. Расскажи, пожалуйста. Ты участвовал в какой-то постановке, расскажи. Мы под Новый год театром танцев, сюрприз, на малой сцене Тюза давали спектакль. О, все, я помню. Я помню. Я же там участвовала. Я же помню. О, неожиданно вспомнили. Кто-то сказал несколько минут назад, что никто не хотел стать актером, а тут вы уже, получается, актеры уже. Нет, я просто туда ходила, чтобы стих исполнить. Ну, и как тебе опыт? Как впечатление от этого? Очень интересно было. Было весело. Главное, было весело. Дед Мороз, елочка вот такого размера, кто видит. А у Зла, ты тоже есть ведь какой-то опыт? Да, я занимаюсь в театре «Апельсин». Вот. Ну, что мы тогда сидим-то здесь? Вообще, такое яркое название хорошее. Театр «Апельсин». Как-то так отдаленно, как-то обобщенно говорим. Вы же уже все. А ты в какой-нибудь сцене участвовал? Конечно. А в какой? У нас есть несколько спектаклей. Самый первый был «Матушка-метелец», второй был «Рассказы о апельсиновой улице», третий был «До свидания, враг», это по пьесе Лебедева, драма. И четвертый у нас про детей из концлагеря. Ну, как вам материал Константина? Я не пойду, я не пойду. Серьезно, да, ведь? Да. Я тоже была в теме. Напоминаю номер нашего телефона, 211-101, мы еще все-таки не дали правильный ответ. Три буквы «Д», три слова, вернее, начинающиеся на букву «Д», спектакль, драма «3Д», вот звоните. Что же все эти за слова-то такие? Ну, одно мы уже выяснили. Это дорога. Давайте поговорим теперь о профессиях театральных, ведь актеры-то далеко не единственный, кто работает в театре. Огромное количество профессий в театре есть. Гримеры, художники, постановщики. А давайте, ребят, перечислим, вот кого вы помните, кого знаете. Я помню, так, костюмер, художник по костюмам, гример, художник-постановщик. Художник по костюмам придумывает костюмы, а костюмер уже непосредственно помогает. Реквизиторы, я помню еще. Содержатели. Композитор. Композитор, да, прекрасно. Осветитель. Режиссер. Есть еще художник по свету, который придумывает, как это все будет выглядеть. А есть такой еще вот человек, который следит за рассадкой, да, специфического числа. Капельдинер. О, еще и билетер. Билетер тоже немаловажно. Администратор. Техслужащие есть в театре, которые следят за техслужащими. Монтировщики есть. Водители есть. Вахтеры есть. Директоры забыли еще. Директор. Бухгалтерия. Бухгалтерия, да. Секретарь. Заведующий литературной частью. Так, можно перечислять до вечера. До вечера. Еще мудраться там. Получается, театр это большой. Молодцы вы много знаете. Большой-большой мир. Большой-большой мир, да. У нас есть звонок. Соня, я вот нам подсказываю, что это снова пытается Савелий. Давай. Ну, хорошо. Говори с Савелиями. Привет, Савелий. Здравствуйте. Давай. Надеемся, что сейчас будет удачная попытка. Да, давай. Движение, дорога, дети. Отлично, супер. Отлично. Где подсмотрел? В интернете. В интернете. Интернет наш помощник. Молодец. Видите, с чего театр начинается. Молодец. Савелий, выбирай, что ты хочешь получить. Помнишь, мы Злата озвучивала. А повторите, пожалуйста. Хорошо. Давай не будем отвлекаться. Тогда мы сейчас продолжим разговор. А ты пообщайся, пожалуйста, с нашей помощницей Верой. Она тебе напомнит, что у нас есть. И потом я прошу все-таки еще написать мне, что Савелий выберет. Да? Да? Хорошо, дальше про жизнь театра продолжаем говорить. Все-таки хотелось, чтобы и актеры подключились. Вы как решили прийти в профессию в эту? Илья, Екатерина, Марья Анна. Ну, так случилось. Не знаю. Вообще, в детстве я уже много где про это рассказывал. Мне как-то хотелось быть сначала одним, потом другим. Потом я понял, что вообще здорово быть актером. И быть не только каким-то одним человеком в жизни, а разными, ну, разными персонажами. Любимые актеры сейчас есть? Да, ну, мне нравится Константин Хабенский. Хабенский. Да. Марья Анна, Екатерина, а у вас как? С кумирами? А, именно с кумирами? Я думала, от профессии пойдем. Ну, профессии, ну, да. Как бы не банально звучало, но в моем случае актерство – это прямо моя мечта с детства. Да, родители не поддерживали. Я не ходила ни в какие театральные кружки. Я занималась танцами, которые мне… А как отговаривали? Родители отговаривали? Какие аргументы использовали? Они думали, что я придуряюсь, что я несерьезно отношусь к своему выбору профессии. До того времени, пока они не увидели меня на сцене. И сказали, вау, она прирожденная актриса. Они сказали, мы поняли, что ты серьезно к этому настроена, и мы не будем себя отговаривать. Марья Анна, ваша история? Я… Боже, я выросла… Я выросла в актерской семье, поэтому мне выбирать особо не пришлось. Ну, отец меня старательно отговаривал. Я думала, что я, наверное, поступлю на ИНЯЗ, или, может быть, буду журналистом, ну, или кем-то там они еще хотели, чтобы я была. Но я все-таки подумала, что нужно выбрать мне, и я сказала, что нет. Я буду испытывать те же трудности, что и вы. У меня будет такая же сложная и непростая жизнь, как и у вас. А если говорить о кумирах, то это, наверное, моя мама. Ваша мама? Да. Она до сих пор в театре работает, да? Нет, она, к сожалению, в какой-то момент между семьей и профессией ей пришлось выбрать семью. Выбрала семью? Да. Но я помню, как это было. Я до сих пор ей восхищаюсь. Я надеюсь, что я хоть когда-то достигну той планки, которой когда-то она достигла. Давайте продолжать играть с нашими слушателями, и далее будем уже разговаривать. Миша, задавай вопрос слушателям. Кто пишет пьесу для театра? Нет, то есть как называется. Как называется эта профессия, да? Да. Кто пишет пьесы, собственно, для того, чтобы их потом поставили в театре 211, призов у нас много. Вот мы уже вплотную, собственно, подошли к тому, а кто такой актер, какими качествами он должен обладать. Давайте на эту тему порассуждаем. Терпение. Терпение? Невозможно. Почему терпение? Ждать каждый раз, наверное, когда... Ждать из своего выступления. Ждать одну и ту же сцену. Ждать выступления? Мне кажется, когда прогоняют одну и ту же сцену, уже надоедается. А, в этом смысле терпение. Ну, Константин, какими качествами должен обладать актер? Мне кажется, актерская профессия, она включает в себя много детских проявлений, как пытливость, любопытство, наблюдательность. И вот чем дольше взрослый человек или взрослый артист сохраняет эти качества... Непосредственность такой. Непосредственность, да, в том числе. И вот мы сейчас сказали, да, про то, что артисты повторяют одну и ту же сцену несколько раз. А вот как раз через повторение возникает та самая свобода, когда артист уже может... Когда он уже заучился, да? Легко себя чувствовать в том или ином рисунке и начинает импровизировать. И тогда начинается настоящий театр, как мне кажется. А вы, как худрук, кстати, как относитесь к импровизации? Прекрасно. Прекрасно? Да. То есть такую свободу даете, да, своим подопечным? Ну, в заданном рисунке, да, импровизация, она приветствуется. Сколько уже работа у вас на сцене драмы? Месяц. Месяц? В смысле месяц? Сколько работа, нет, сколько ролей, сколько спектаклей. Я не считала. У Марианы огромное количество. У Ильи и Кати чуть поменьше, потому что они работают меньше года. Я работаю где-то полгода, да. Меньше года. У Марианы 20 есть? У меня, я не знаю, но у меня заканчивается третий сезон моего здесь пребывания. Время пролетело. За работой время летит незаметно. Ну, три года, да, грубо говоря? Да, да. Ну, вот взрослая жизнь начинается, когда ты начинаешь считать количество спектаклей, сколько там режиссеров. Зарубки делаешь там, ага, еще один спектакль. Да, да, да. Потом подаешь документы, названия там. Вот, подводишь какие-то итоги, такие предварительные. Скажите, а что такое универсальный актер? Вот существует такое понятие. Ну, артист, который способен работать в разных жанрах, готов работать в разном рисунке. Вот, мне кажется, это и есть универсальность. Я люблю изображать животных. Больше у меня ничего не получается. Я готов. Готов? Ну, я... Слата может подтвердить. Я, собственно, продемонстрируйте. Продемонстрируйте. Петухов. Петухов, кукаряков. Не так. Так, артист, дети же прекрасные артисты. Особенно, если им не говорить о том, что мы за ними наблюдаем. Да, так, пристально. Я за тобой сижу. Подглядывать, они замечательно разыгрывают сценки, входят в предлагаемые обстоятельства. Им там достаточно просто какого-нибудь деревяшки, чтобы это превратилось в корабль или в какое-нибудь весло. Я помню, как я брал отцованные нарды, значит, заскакивал на них, брал какую-то палку. И мне казалось, что я на плоту через какую-то речку переплываю. Я помню, что деревяшка самая лучшая была игрушка, когда на реке сидишь. Можно ведь придумать любое лицо. Да. А кукла сразу лицо, но это же неинтересно. Неинтересно. Такая деревяшка разной формы. У нас есть слушатель. Миша, напомни, пожалуйста, вопрос. Приветствовать слушателя будет Злата. Злата, давай. Привет. Напоминай вопрос. Вопрос. Кто пишет пьесу к постановке в театре? В театральной постановке, да. Привет. Алло. Привет. Привет. Как тебя зовут? Максим. 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 А как ты узнал про нашу программу? Включила радио, она идет, да? И сколько тебе лет? Максюш, сколько тебе лет? Сколько тебе лет, Макс? Пять. Пять? Боже мой, у нас от передачи к передаче публика все молодеет и молодеет. Давай, не будем тебя долго пытать. Говори свой вариант ответа. Говори. Драматург. Молодец. Драматург. Здорово. Давайте мы у тебя поаплодируем. Что ты хочешь выбрать? У тебя есть уже вариант конкретный? В качестве приза? Книжку. Книжку. Книжку или приглашение, там что-нибудь такое. Книжку. Хорошо, давай мы тебя отправляем в руки наших помощниц, сейчас ты разберешься, какую книжку хочешь получить. Может быть, какой-то устроим уже фрагменты спектакля вот этого самого вечного двигателя? Мы фрагменты спектакля не сможем сейчас воспроизвести, потому что у нас там огромное количество этих предметов, из которых мы развлекаем звук. Давайте расскажем, что у нас тут на столе на нашем студии. Мы сегодня с ребятами походили тут по вашей студии и зашли туда в офисную часть. Мы нашли, что, ребят, рассказывайте, что вы нашли? Ножницы. Ну, степлер, да? Мне дали коробку. О, линейка. Миша, расскажи про линейку. Вот я тебе задал вопрос, а что можно с линейкой делать? Покажи. Можно прижать к столу и повринчать ей, да? Стульчик. Вот сделай звук, пожалуйста, сейчас мы услышим. Так, внимание. Ну, какой-то отдаленный слышим, да? Миша, а что ты с этой линейкой делаешь, расскажи в школе? Мы в школе на уроках играем. На переменах, да? И на уроках тоже. На уроках. Вот и раскрылась тайна, куда Миша. То есть, вот смотрите, да, первый музыкальный инструмент для ребенка, когда у него нет под рукой фортепиано, гитары, барабана и так далее. Вот берем линейку, начинаем из нее извлекать звук. Собственно, мы сейчас попробуем эту ритмическую импровизацию. Да, я попрошу артистов, чтобы они сейчас взяли какой-то ритмический рисунок, и мы дальше с ребятами будем импровизировать, включаясь или выключаясь из общего ритма. Да, и попробуйте на разных вот этих наших инструментиках позвучать. Самое главное, мы слушаем общий ритм. Катюша, давай. Катюша, давай. Вот сейчас совершенно обычные вещи, да, в руках у нас у всех находятся, и вот мы сделали такой шумовой оркестр. Ну, это сейчас была у нас репетиция, я надеюсь, вы дадите нам еще возможность, мы сделаем чуть поактивнее рисунок, чуть позже, да? Да, давайте, да, время у нас еще есть. Так, я предлагаю задать следующий вопрос и сделать небольшую музыкальную паузу. Кто будет задавать вопрос, Злата? Нет? Соня? Не сейчас. Хорошо, чуть позже. Соня, задавай вопрос. 211-101. Так, сейчас, подождите. Так, ты подсказку используешь. Когда был создан, в каком году, первый публичный театр в России? И где, если можно? Ну, публичный, ну, просто театр. Ну, я могу потом дать подсказку, как он называется. Очень сложный вопрос. Потому что именно публичный. Именно публичный? А до этого был что, не публичный? Нет, в четвертом классе это должны знать. В четвертом классе? Да, потому что есть публичный, а есть кофе-карсты. Так, 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 многоголосие у нас. Четко еще раз вопрос. Когда был создан первый публичный театр в России? В России. Давно это было? Ну, так, прилично. Прилично. Подсказали. Хорошо. 211-101. Ждем ваших звонков. Не используйте всевозможные подсказки, книжки, всемирная паутина и так далее. Мы сейчас на минутку передохнем. Никакого секрета нету. Программа «Открывашка» продолжается на часах 10.35. Ведут программу сегодня Софья Занько, Влада Андреева, Миша Голиков, меня зовут Владимир Сметанин. Наши гости, актеры Драматического театра Марианна Узун, Екатерина Никонова и Илья Быков, и художественный руководитель драмы Константин Солдатов. Еще раз всем доброе утро. Доброе утро. У вас скоро премьера 1 июня, да? 1 июня, да. Как раз таки на сцене драмы. Давайте об этом спектакле поговорим. Спектакль «Вечный двигатель». Это такие ритмические импровизации. Мы назвали это музыкальные приключения для детей и их родителей. На самом деле это такой концерт-урок музыки, причем в необычном формате, потому что мы не рассказываем о настоящих музыкальных инструментах, которые существуют в природе, а мы их создаем здесь и сейчас на глазах как раз у детей, у зрителей. То есть каждая репетиция неповторима, что ли? Нет, для детей она будет в результате повторима. А вот, например, ребенок, который увидел кастрюлю, он же не знает, что из нее можно извлекать звук. А вот мы это как раз делаем. Соответственно, две кастрюли, это уже такой возникает ритмический дуэт, и дальше возникает оркестр, потому что у нас 5 исполнителей, 5 героев, и мы вместе с артистами придумывали историю каждого персонажа, то, что у них есть имена, и мы даже зрителям расскажем историю каждого. Вот сейчас я попрошу артистов... Марианна, Екатерина, Илья, все задействованы, да? Расскажите, как зовут ваших персонажей, ну и вкратце так, может быть. Расскажите, что это за персонажи. Катя, расскажи. Мой персонаж Ямаха. Ямаха? Да. Подождите, я где-то слышала. Это из детектива? Это из детектива? Нет? Я не думаю, что мне пришла идея, как из детектива. Я смотрела мультик, по-моему, «Песня моря». Подождите, но Ямаха – это известный бренд. Да, это известный бренд в первую очередь. Есть мотоцикл, есть музыкальные инструменты. Есть музыкальные инструменты под этим брендом. В вашем смысле, наверное, и не музыкальные инструменты все-таки, да? И что делает Ямаха? Ямаха – это вообще такой у меня яркий персонаж, который любит пританцовывать под любую классную заводную музыку. Любимый жанр у нее фанк. Фанк. Да, фанк, кто не знает. Это отличное направление. Да, такая танцевальная музыка, которая произошла из джаза, соула и госпела. Смесь, то есть. Да, смесь. Я думала, это из детектива все явное становится тайным. Там просто две девочки, есть Ямаха и Янатаха. Янатаха. Родится у вас девочка имя? А есть классная история. Мы просматривали разные видеоролики именно людей, которые играют на улице на коробках. Потому что вот как раз Катин персонаж играет в основном на коробках. Кстати, многие делают это офигительно. Очень, очень круто. Очень круто, да. Очень виртуозно. И я уверен, что они на это потратили не один год своей жизни. И как раз на одном из видеороликов Катя увидела парня, который на коробке написал русскими буквами Ямаха. И мне это понравилось. Я, по-моему, тоже видел этот ролик. Известное, известное видео. Ну и, собственно, родилась вот эта идея назвать персонажей Ямаха. Илья. Илья. Да. Ваш персонаж. Мой персонаж. Я выбрал ему такое странное имя. Хотя почему странное? Может быть, оно не странное. Альберт. Альберт. Его любимое имя. Может быть, не странное? И вы сразу переспросили. Альберт? Или Альберт. Все-таки странное. Именно Альберт. Альберт Эйнштейн. Да. Да, ну вот сразу ассоциация Эйнштейн, он у меня такой рок-н-ролльщик. Рок-н-ролльщик. Да, мне хотелось ему такое необычное имя, вот я стал перебирать в своей голове необычные имена, и почему-то вот я как-то по кругу ходил, и у меня Альберт, Альберт. Он потом превратился в ученого, да, а так вот он на данном этапе рок-н-ролльщик. Конечно, и очень здорово, если у детей будет такая ассоциация в школе, они слышат Альберта и вспомнят этого Альберта, который был когда-то рок-н-ролльщиком в их жизни. Слушайте, сейчас мы к Брианне перейдем. Илья, задавайте вопрос. Вопрос? Вот как-то вот вопрос Сони без ответа остается. Да он же самый простой мере. Когда в России был основан самый публичный театр. Ну это же надо загуглить. Да, пусть этот вопрос висит. Как тяжело. А сейчас Илья задаст вопрос. Давайте такой самый простой вопрос. Мы сегодня говорим о премьере нашей, которая скоро состоится, «Вечный двигатель». Вопрос, когда она состоится, когда это случится. О-о-о, мы уже говорили, кстати. Кто заходит на сайт. Мы уже проговаривали уже несколько раз. Кто внимательно слушает. Ну вот, значит, буквально на днях. На днях. На следующей неделе, я подскажу. «Вечный двигатель. Музыкальные приключения для детей и их родителей». Вот прям зайдите на сайт. Родителей. На сайт драматического театра зайдите прямо сейчас, как я. А еще если вы скажете, что в этот день празднуется или отмечается. Кстати. Да, какой день. Вот. Потому что это касается, конечно... Когда эта премьера состоится? Она состоится через несколько дней. Очень маленький. Дозвонитесь, назовите дату. Марианна, ваша роль в этом спектакле? Моего персонажа зовут Кассиопея. Кассиопея. Не любит фанк и рок-н-ролл. Не любит ничего громкого, жесткого и такого резкого. И все время пытается... Мне кажется, роль этого персонажа во всех этих музыкальных приключениях, да, она вносит гармонию. Она пытается сделать все эти бренчаловки по кастрюлям и каким-то решеткам из-под холодильников музыкальными. Она, мне кажется, она это все гармонизирует. И не могу подобрать слово. Не могу. А сколько всего задействовано? Пять. Пять персонажей. А остальные сколько? Два парня у нас еще очень ярких. Одного зовут Джонни Вест. Причем Вест переводится как пиджак. Через В. А, через В. А другого зовут Сёрф. Ему нравится хип-хоп, ему нравится рэп. Сёрф. Давай подними коробку с надписью хип-хоп. На коробке даже, да. Это, собственно, инструмент музыкальный, да? Да. Очень интересно, как мы искали эти самые музыкальные инструменты, потому что в первый день, когда артисты пришли и поняли, что у них нет текста. Как неожиданно. А режиссер от них хочет чего-то странного очень. Взять какую-нибудь штуку и начинать с ней что-то делать. Но мы сначала пробовали с бумагой, с газетой. Ну, самое простое, что можно найти, да, там в почтовом ящике нашли газету бумагу. Оказывается, она тоже может звучать, она может шуршать, ей можно бить по столу, может возникнуть ритм, да, ее можно рвать. То есть возникает какой-то определенный ритмический рисунок. И я вот хотел бы предложить родителям, которые задумываются все время, чем же заняться с детьми, вот ритмические импровизации – это прекрасное занятие, которое может, там, не знаю, на протяжении часа длиться с ребенком. Да, больше даже. Да, и просто главное посмотреть вокруг себя, что есть у нас стулья, столы, есть пол, можно взять ложку, вилку, кастрюльку, тарелочку, стаканчик. Это все мир звуков, музыка, которая вокруг нас, да, она есть. Вот самое главное, чтобы она зазвучала, самое главное, чтобы мы нашли вот к этим звукам такой определенный подход. Ой, я сейчас вспомнил свое детство, мой отец руководил таким вокально-инструментальным ансамблем, такая художественная самодеятельность, и я года в три-четыре ставил перед собой несколько табуреток, брал барабанные палочки и лупил. Вот, отлично. Скажите «прекрасное время», да? Прекрасное время, да. Барабан. Отучитесь, как сделать барабан, если у вас нет денег на барабан. Вот, берите барабанчики, берите палочки. Берите коробки и стучите по ним. Ребята, ау, ребята, 201, у нас два вопроса, которые еще мы не получили ответы. Давайте я вам напомню вопрос, потому что они во время паузы, когда я задавала, не поняли. Хорошо, давай. Первый публичный театр, когда в России появился, дату нужно назвать. Да, такая, Наташа, в учебниках есть, ребят, четвероклассники, подключайте. А если сдали уже учебники, что делать? А память сочиняется. И второй вопрос задал Илья Быков. Собственно, когда премьера состоится в драматическом театре спектакль «Вечный двигатель». Это уже говорили. Простые вопросы. Мы уже говорили. То внимательный, то будет все. Давайте еще раз подскажу. Вот как только весна закончится, вот так сразу премьера и состоится. Вот. 211-101. Это уже какое-то направление такое. Скажите, пожалуйста, что значит входить в образ? Входить в роль? Что это такое? Какие приемы? Что значит входить в образ? Входить и выходить. Вот смотрите, вот сидит Миша Голиков. Входит в образ. Просто сидит. Ему нужно войти в образ, не знаю. Я знаю. А вот интересно, да, вот ребята, что думают на эту тему? Что такое войти в образ? Ну, то есть стать похожим на того героя, который… Начать его представлять. Да, ну, думать, какие реплики можно сделать, да. Золотые слова. Начать его представлять. Это очень круто. Войти в образ. Быть им. Быть каким-то другим человеком, да? Правильно говорить так? Ну, да. Получается, это да. Потому что надо же представить, что твой герой делает. Вот смотри, вот образ Золушки, например. Вот покажи сейчас нам Золушку, Соль. Вот ты сидишь просто перед макрофоном. Какая она Золушка? Золушки есть разные. Есть Дисней, есть театр. Есть Золушек очень много. Нет, Золушка в общем. Золушка такая вот милая, добрая, о всех заботится. А это ваше такое общее представление? Я просто ходила в театр, и там была тоже Золушка. Ну, какая-то современная Золушка. Так что я не знаю. Она тебе понравилась, современная Золушка? Очень. Да? Что, было интересно. Злат, вот войди в образ Злюки какой-нибудь. Это Золота умеет. Давай, Злат, давай пробуем. Помнишь, как ты на Максима злишься? Вот давай представь, как ты на Максима злишься. Миша, а вот покажи, пожалуйста, ну не знаю, персонаж каких-нибудь русских народных сказок. Иванушка-дурачок. Вот какой он, Иванушка-дурачок? Как балбес. Ну, я знаю, как это сделать. А там облако. Софья просто высунула на язык, и это значит дурачок. На самом деле на него ярлык повесили, что он дурачок. А он никакой не дурачок. Он все время всем доказывает, что я не дурачок, я умный. А всем еще больше кажется, что он дурачок. Не знаете, что я младшая, это значит, что я тупей. Еще хочу затронуть, наверное, такую больную, наверное, тему для театралов. Театр и кино. Прекрасное сравнение. Считается, нет, считается, что... Сейчас много выложат нам фактов, что лучше, да. Считается, что ведь в театре тяжелее намного, в том числе. В каком плане? Ну, а в кино ведь... Господи, как это? Спецэффекты много. Да, спецэффекты в том числе, да, можно какие-то там поднавешивать. В кино тоже очень тяжело. Берут коробку. Такие бывают экспедиции сложные. Картинку как-то вот ее... Вот Марианна была свидетелем, как снимали в Перми фильм... Географ Глобус. Я почему-то об этом и подумал. Скажи, что это сложно. И экспедиции всякие разные... Я не знаю, но я понимаю, почему сравнивают часто театр и кино, но здесь, мне кажется, немножко некорректная постановка вопроса. Лучше, хуже, и то, и другое сложно. Или это два мира отдельных, да? Это да, это два разных абсолютно... Кому-то что нравится, то и смотрят на идею. Да, есть артисты, которым нравится работать в кино, есть артисты, которым нравится работать в театре, есть артисты, которые зарабатывают в кино, а для души, грубо говоря, оставляют театр. Это... Разница в том, что театр это что-то сиюминутное, а... Сиюминутное, то есть? Сиюминутное, то есть у тебя нет права на ошибку. А, понятно, то есть мгновение-то ушло, и все. Да, нет никаких дублей. Как произошло, так и произошло. Вырезать ничего нельзя, да? Нельзя, конечно. И ты можешь, ну, грубо говоря, еще немножко раскачаться. То есть вот у тебя есть линия роли, ты вместе с персонажем идешь по какой-то, по определенной дороге, к какому-то катарсису. А в кино, если тебе скажут, вот сейчас какая-нибудь одна из финальных сцен, делать с собой что хочешь, пожалуйста, тренинг, работай сам с собой, но ты должен сейчас ее сделать. Не понравится первый, второй, десятый дубль, значит, сделаешь на 50-й раз. И точно так же, как спектакль состоит из работы многих-многих цехов, это не один артист такой молодец, но и режиссер тоже молодец. Кино, кино это результат любви и работы очень-очень многих людей. Везде свои сложности, правда. Получается, тоже есть выражение себя. Так, давайте будем принимать звонок. Злата, пожалуйста. Привет. Алло. Ты на линии? Алло. Привет, как тебя зовут? Здравствуйте, меня зовут Старостина Ксения. Мне 11 лет, я учусь в аксо-гуманитарной гимназии. О, видишь, как подкованная Ксения сама все рассказала, да? Да. Да. Ксюш, на какой вопрос хочешь ответить? Или на оба сразу? Когда первый театр появился и когда будет премьера вечного двигателя в драме? Может, ты все знаешь? Может, сразу два подарка заберет? А можно на второй вопрос ответить? Пожалуйста, конечно. Премьера будет 1 июня в День защиты детей. Прекрасно. Старина радует, что у нас. Международный День защиты детей в Кировском драматическом театре. Вечный двигатель. Музыкальные приключения для детей и их родителей. Что ты хочешь получить за свой правильный ответ? Ну, не знаю. А, хорошо, все, давай мы тебя передаем нашей помощнице, пообщайся, пожалуйста, с ней, она сейчас тебе список озвучит. Так, у нас остается, на самом деле, 5-6 минут. Вы хотели еще попытку одну сделать, да? Ритмическую. Ритмическую. Друзья, у нас последняя. Только я так советую, что это такое. Включительная попытка. Твердая. Внимание. Очки. Так, кто начинает? Начинает Екатерина, я так понимаю. Давайте. Давайте. Начинает. Начинает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ТЫ-ТЫ-ТЫ-ТЫ ТЫ-ТЫ-ТЫ Я могу закупка лепить, конечно. Поаплодируем. Ну-ка, как-то мы все подключились. Все как-то подключились, да? И вот самое-то классное, что это все возникает вот здесь, сейчас, да, и это потом уже не повторить. Театр, да. Не повторить. Давайте еще зададим один вопрос нашим слушателям. У нас есть пять минуток до конца. 211-101. Кто будет задавать? Злата, ты хотела чуть попозже задать? У тебя он какой-то сложный? Я не знаю. Ну вот попробую, может кто-нибудь ответит. Мы сразу тогда несколько зададим. Попробуем? Он сложный какой-то? Ну, не очень. Не очень. Ну давай, попробуем. Давай мы сейчас вместе. В каком году был основан Кировский драматический театр? Ого! Отличный вопрос. Отличный вопрос. Та-да-да-да-да. Не, мне кажется, в Википедии-то все должно быть. Есть, конечно. В каком году... И на сайте есть. Сейчас все историки и краеведы напряглись. Да. Прильнули. Сидят такие, о господи. 211-101. Почему у меня нельзя? Сколько же лет? Сколько же лет Кировскому драматическому театру? Я хочу подсказать сразу же. Этот год юбилейный. Да? Так, кстати, мы закрываем сезон. Да. Юбилейный год. Причем вот такая круглая дата. Больше ста лет, я хочу подсказать сразу. Звоните 211-101. У нас еще призов очень-очень много. Мне кажется, вообще как-то вы... Что это с вами в это утро? Что? Обычно так активно все звонят. Даже призы добавляются в первую половину. Видимо, погода как-то холоднована. Погода влияет. Воскресенье. Я не думаю, что все уже убежали. Да нет, у нас в прошлое воскресенье так активно все было. Такие сложные вопросы надо сказать. То есть. Мы вообще будем вопросы задать. Я задала вообще четвертый класс. Уважаемые актеры, скажите, пожалуйста, у меня очень интересно. Если актер занят в нескольких постановках, нужно выучить текст. Секреты запоминания текста. У меня, например, с этим беда огромная. Большое количество информации просто проходит, и все, и вылетает. Просто надо зубрить. Как текст запомнить железный надолго? Вот Мариан сказала ногами. Если вы каждый день будете повторять один и тот же рисунок физический, произносить текст, вы его запомните очень быстро. Это мы вообще учат в театральных учебных заведениях? Почему выражение ногами? Я не понимаю. Потому что, как правило... Это момент концентрации такой. Как правило, очень многие режиссеры... Ну, не знаю, ладно, не многие, я не работала с многими. Но есть такие режиссеры, которые против... Да и мастера, кстати, в учебных заведениях против заучивания текста головы. Они просят его присваивать после застольного периода. То есть после читки, после разбора, когда выходим ногами, работаем с выгородкой. Ну, поэтому и называется ногами. То есть как только вышли на площадку, тогда можно уже работать с текстом. То есть, например, не просто сидим там мороз и солнце, день чудесный. Да, да. Мороз. Прошел туда. И солнце, да, прошел. Смотрел на солнце. Ходишь, да, и запоминаешь. Потом на день посмотрел. Вот папа мой против зубрежки, против любой зубрежки. Всегда надо что-то делать так, чтобы запомнилась голове. Я что-то представляю, как Соня это учителю объясняет, да? Я против зубрежки, я не буду учить это стихотворение. Сейчас встаньте от меня. Нет, я-то как раз за. Я тоже за. У нас есть звонок. Миша, давай, приветствуй, Миша, слушатели. Привет. Привет. Как тебя зовут? Меня зовут Сидников Артур. Сколько тебе лет? Мне 10 лет. И ответ? Ответ. Драматический театр основан в 1877 году. И сколько это получается лет ему в этом году? О-о-о. Это сложнее. Это уже не углубляемся. Почитаем 1877 из 2017. Мне кажется, у нас времени не так много, чтобы задавать. Ладно, 140 получается. С юбилеем, уважаемые драматические театры представители. 140. Спасибо. Осенью, кстати, будем отмечать. Как раз проходить. 140. 140. 140. Что ты хочешь получить? А можете еще раз повторить, что там есть? Все хорошо, у нас много еще чего есть. Попочись, пожалуйста, с нашей помощницей. Да, да, да. Ну что, у нас буквально минутка остается. Давайте будем приглашать на спектакль 1 июня. Вечный двигатель. Приглашаем на спектакль 1 июня. Еще он у нас 5 числа. И дважды будет, да? 1 июня. И 7 числа, да. Приходите. 1 июня мы в 6 часов играем, а 5 июня в 10.30, по-моему. Приходите к нам в гости. Будет интересно и очень интересные отзывы детей. Потому что у нас будет и в том числе интерактив с ними. Мы хотим, чтобы они нам помогли и пошумели в тех местах, в которых нужно. Ну, инструкцию выдадим перед началом спектакля. Короче, многое вы слышали. Да, многое уже услышали. А 1 числа те, кто придут в наш театр, смогут еще в фойе пошуметь. Потому что мы специально сделали такие. Наша столярка сделала специальные шумелки. Я помню Золушку, когда там все такая декорация вообще. Везде премьера когда была. Ну что, спасибо большое художественному руководителю Кировского драматического театра. Спасибо. Константин Солдатов, актеры. Да, Марьяна Узун, Екатерина Никонова, Илья Быков. Ребятам спасибо. Спасибо. София Занькова, Миша Голиков. До свидания. Злата Андреева. Давайте всем еще раз доброго утра, хорошего дня. И до встречи в следующее воскресенье в программе «Открывашка» в 10 утра. Пока. До свидания. Детская познавательная программа «Открывашка». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok